МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Хионды Гетс буквально залез под колеса длинномера сегодня ночью на Мамадышском тракте. В салоне легковушки помимо женщины-водителя находился маленький ребенок. Водитель на КамАЗе в Казань приехал из Марии-Эл. Привез на ближайшую стройку железобетонные панели и уже направился обратно. Шофер говорит, что хотел поскорее добраться до дома. Нужно было выспаться, ведь с утра снова за руль. Хотя ехал предельно внимательно, но, говорит, не заметил, как легковушка с женщиной за рулем оказалась под колесами его прицепа. Я уже с прицепом достаточно много катаюсь. У меня впервые. У меня и прицепы разные, и двухоские, и трехоские, и вот однаоская. Это у меня первый раз. Несмотря на большой водительский стаж, мужчина говорит, что в первый раз попадает в подобные аварии. По словам инспекторов ГАИ, такие ДТП они оформляют часто. Владельцы легковушек не задумываются, что для поворота грузовикам необходим больший радиус и почему-то не боятся слишком близко держаться к большегрузам. Между мной и КАМАЗом было достаточно места, чтобы я проехала. Но в тот момент, когда он начал движение, и прицепом меня всему краю провозил, задел. На такой прицеп нужен большой радиус. И я выезжал на свою полосу, то есть на крайнюю правую, а ее не заметил. Как только заметил, я остановился, она уже зацепила ее уже. По словам шофера, длинномера он вообще не почувствовал удара. Но лишь случайно заметил свет фар легковушки в зеркалах, поэтому и остановился. Никаких повреждений прицеп не получил. А вот виновница, девушка на Хюндай Гетц, восстанавливать иномарку будет за свой счет. На улице космонавтов по подозрению в уличном грабеже полицейские задержали двоих мужчин. По словам пострадавшего, приезжего из Узбекистана, один из злоумышленников пошел на преступление с трехгодовалым ребенком в коляске. Мужчина проживает неподалеку, поэтому как только о его содержании узнала супруга, тут же прибежала на место и забрала ребенка домой. А сам отец вместе со вторым подозреваемым в грабеже продолжали утверждать, что произошла ошибка. Полицейские якобы поймали не тех. Вы на улице находились? Да, находился на улице. Нет, шел домой. Один? Человеку. Да, один. У нас что, одному нельзя гулять? Нельзя? Можно. Ну а что, в чем проблема? В Казань гражданин Узбекистана приехал совсем недавно. По-русски вообще не разговаривает. На ломаном татарском языке он объяснил полицейским, что на улице возле Советской площади к нему подошли двое мужчин и силой затолкали в темный переулок. Сначала почему-то внимательно проверили паспорт. Лишь после этого принялись тщательно обыскивать все карманы. Денег у пострадавшего вообще не было, поэтому забрали единственное ценное сотовый телефон. В Казани тысячи провисывают грабежи. Ну, именно вот здесь вот. Да, ну давайте доказывать, что там, что случилось, я не знаю вообще. Первым задержали отца трехгодовалого ребенка. Он с коляской спокойно шел домой. Второго поймали во дворах через несколько кварталов. Пострадавший сразу опознал обоих мужчин. Ранее судимый? Ранее судимый. За что? Ну это не ваша разница уже. Сидели? Ну это уж без комментариев. Наказание, которое грозит по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», до семи лет лишения свободы. Раскрыть квартирную кражу и задержать подозреваемого всего за несколько часов удалось участковому отделу полиции Гагаринский. Ловкий грабитель умудрился обокрасить своего приятеля, вынесе все из его дома практически от телевизора до газовой плиты. Такую мелочь, как газовую плиту, мужчина ловко вытащил из дома через окно, как и все остальное приглянувшееся ему имущество. Все украденное мужчина аккуратно складывал на садовую тележку и вез к себе домой. Самое интересное, что за все это время грабитель не привлек к себе внимания, а совершенной краже сообщил только потерпевший, когда вернулся в заметно опустевший дом. При разговоре с заявителем потерпевшим получил информацию о том, что вещи из квартиры везли на тележке. При отработке микрорайона от административного участка мной найдена была тележка около дома 15 по улице Чайково. После этого я начал отрабатывать этот дом, и на восьмом этаже был обнаружен телевизор, который хозяин опознал. Все украденное 39-летний грабитель и не думал прятать. Плиту сдал в металлолом, кофеварку, инструменты, чайник аккуратно расставил в квартире. Куда поставить телевизор решил не сразу, потому оставил его прямо на лестничной клетке. Именно благодаря этому телевизору удалось легко вычислить квартиру злоумышленника. Был задержан подозреваемый, который при разговоре, то есть при беседе с отдельным сознался. Часть вещей нами были обнаружены и изъяты с этой квартиры. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса «Кража». Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Обещанный сюжет о пожаре. Огромный двухэтажный калиброванный сруб загорелся сегодня ночью в поселке Константиновка. Буквально через несколько минут к приезду спасателя огонь уже успел перекинуться на соседний дом. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Местные жители говорят, что двухэтажный сруб из хороших сухих бревен вспыхнул буквально как спичка. Единственное, что оставалось очевидцем, это заливать водой соседние постройки, чтобы избежать распространения пламени. Горит, наверное, где-то минут 40 приблизительно. Но разгорелось буквально за 10 минут. Очень быстро. Двухэтажный дом построили вплотную к соседскому жилому срубу. Поэтому очень быстро огонь перекинулся и на него. Главной проблемой для спасателей стало отсутствие водопровода. Ближайший источник воды лишь местное озеро, да и оно находится на значительном расстоянии от места пожара. Я когда увидел, затрещало, короче, начало там то ли замыкание, короче, было. Я дома был, смотрю, треск начался, короче, туда прибежал, это еще не горел дом. Вот этот начал гореть, короче, мы его пробовали, короче, тушить. Там бесполезно. Ну, тут были бы еще шланги, мы еще поливали бы, а так ведром кидали, кидали, он тоже на это загорелся. Никого из людей в домах не оказалось. По словам местных жителей, хозяева начали возводить двухэтажный сруб этой весной. Закончили строительство совсем недавно, но еще в нем не жили. Нужно было завершить внутреннюю отделку. Он был очень большой. Я не знаю, сколько квадратных метров, но по разговорам, да, то есть тут была очень большая площадь. Дом, похоже, что новый, потому что еще вроде как стропильные системы не до конца были завершены, но крыша была подведена. Ни одна из построек застрахована не была. Оба дома сгорели дотла. Причина пожара выясняется. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Это все. Я прощаюсь. А далее Алексей Кулешов. Тема.